Во имя Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и только лишь к уверовавшим в день суда. Я Иблис. Иблис. Я Иблис. Я владыка изгоев, униженный и лишенный помощи. Я изгнан с небес и брошен на землю, на бренную землю, на эту бренную землю. Господь дал мне отсрочку до судного дня. Слушай, Адам, отец рода человеческого, я не успокоюсь, пока не изменю эту землю. Я всегда буду меж твоих детей и обязательно совращу их с истинного пути. Воистину, все беды детей Адама в их невежестве. Невежество. Воистину, оно сладостно. Студия Рисалат представляет. О, величайший из идолов этого храма! Ты вечно до скончания века будешь стоять здесь, подтверждая власть намруда. Кто ты? Кто это? Почему ты крадешься сюда? Что тебе нужно от идолов этого храма? Нет! Художественный фильм «Друг Аллаха, пророк Ибрагим. Мир ему». Этот фильм о пророке Ибрагиме «Мир ему» основан на реальных событиях, упомянутых в Священном Коране. Нет Бога, кроме единого Аллаха. Нет Бога, кроме единого Аллаха. Пророк Ибрагим – друг и посланник Аллаха. Режиссер Мухаммад Риза Варзи. В главных ролях Мухаммад Саддики. Бахзат Фарахани. Джанкис Вусавки. Фахруддин Саддик Шариф и другие. КОНУЧИК Субтитры создавал DimaTorzok На землях Вавилона простиралось государство Намруда, сына Куша. Это была одна из самых могущественных держав того времени. Но в IV веке до н.э., задолго до рождения пророка Ис и мир ему, этот город оказался под толстым слоем песка, и его имя было стерто со страниц истории. Жители Вавилона поклонялись идолам и считали своего правителя Намруда верховным божеством из всех божеств. Жители Вавилона, о, жители Вавилона, у меня было божество, с которого я сдувал пыль. Но однажды я случайно ударил его своим посохом и сломал ему ногу. Теперь я проклят навечно. Что мне делать? Что мне делать? Теперь, как видите, у него нет ноги. Дайте дорогу. Пропустите. Разве вы не видите, что к нам направляется воятель, воятель божеств, высекающий из камня идолов? Это почтеннейшие жители Вавилона и величайшие из его жрецов. Когда его умелая рука берет резец и высекает гранит из пустыни, вы увидите, как все блага скапливаются в Вавилоне, и бурые тучи покидают благодатное небо над ним. Разве не его имя, Азар, высечено в храме? И разве не его за это почитает бог Намрут, как никого другого? Этого идола изваял не я. Это дело рук самозванца Убиса. Ясно, что ты поэт, и что добро, сделанное тобой, не пропадет даром. Любой из лучших воятелей сделает тебе идола без всякой оплаты, почитая слова такого поэта, как ты. Все в сторону! Пропустите! Склоните свои головы! Освободите дорогу! Все в сторону! Проявляйте почтение! Проявляйте почтение! На кого ты смотришь? Откуда жди, Ран? Ты смотришь на Намруда, который унизил меня. Меня! Убиса! Унизил тем, что идолов Азара он любит больше, чем других. И тем, что они дороги ему. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сара! Чего хотят от него прислужники Намруда? А что случилось? Ибрагим отказался склонить голову Кто? Ибрагим, сын брата Азара Известного воятеля Отказался пасть ниц Они схватили его и увели с собой Они ищут тех, кто отказывается склонить голову перед ним Лут, сынок, видел ли ты Ибрагима? Они схватили его Приветствую тебя, Ибрагим Неужели эта мрачная и тесная темница тебе нравится больше, чем дом твоего дяди Азара? Как я могу пасть ниц Перед таким же творением, как я сам Он всего лишь кости, облаченные мясом Молчи, Ибрагим Твои слова опасны Они вызовут гнев людей Намруда Будь осторожен Иначе твой дядя Азар Не сможет заступиться за тебя Почему ты принуждаешь моего сына ваять идолов, о Азар? Воистину ты помогла мне в прошлом Сообщив великую тайну о камнях И передала мне своего сына Сказав, что он благородный, одаренный и умный И чтобы я научил его так же, как и своих детей Тесать идолов из камня Ох, как прекрасно то, что ты высек из этого твердого камня Ох, если бы твой отец-старух был жив Чтобы видеть, как ты прекрасно высекаешь камень Ты лучше всех моих сыновей Ты талантливый воятель Работай Работай И не сомневайся И я сделаю тебя своим преемником Что ты натворил? А что это за истуканы, которых вы так почитаете? Мы поклоняемся им? Камням? Вы поклоняетесь божествам, которых вы сами высекли из камня? Будь мне опорой и помощником, и не позорь своего дядю Азара С этого дня ты не будешь высекать идолов из камня Ты будешь их продавать Ты будешь ходить по рынкам Вавилона и продавать идолов людям У меня есть идолы Хорошие, разноцветные Имеются дешевые и подороже Они ничем не помогут вам Но и не навредят Подходите Покупайте идолов Подходите Подходите, люди Покупайте недорого разноцветных идолов Покупайте Недорого Я тебе как отец, Ибрагим Я воспитал тебя с любовью и нежностью Я кешал себя надеждой, что ты, повзрослев, станешь мастером этого дела А теперь ты рушишь все мои надежды Высеки из этой глыбы хорошего, красивого идола Сделай его от всего сердца Сделай, вложив в него всю свою душу Сделай его красивым и приятным для нас Создай его своими сильными руками А кто же создал эти руки? Я купил тебя уазар и заплатил огромные деньги И поэтому я знаю, что ты не обладаешь ни силой, ни мощью Я твой господин Ты должен склониться передо мной Ты обязан признать это, даже если ты бог вавилонцев Но ты не мой бог Поклонись мне Я сказал, поклонись Нет Что это там, Эблис? Это трон великого Намруда Это не трон, это невежество Намрут сидит не на троне, он выседает на невежестве вавилонцев Ты знаешь многое, но ты не понимаешь сути невежества вавилонцев Пока они будут блуждать в своем невежестве Я смогу править ими, не соблюдая никаких границ Тогда оставь их в своем невежестве Я смогу править ими глубокая Я вижу, тебя выпустили. Да. Намрут схватил меня, но по просьбе Азара меня выпустили. А ты не боишься, что я шпионка Намруда? В сердцах его шпионов нет места милосердия, Сара. Откуда ты знаешь, есть ли оно в моём сердце? Присложники Намруда никогда не помогают слабым и немощным. Ах, как прекрасно! Мои руки стали слабыми, но если бы только тебя увидел Намрут, он потерял бы рассудок и забыл бы, что он высшее божество. Отполируйте его поскорее. Лут, а где Ибрагим? Он уже несколько дней как отправился в город, чтобы заниматься поклонением. Что? Заниматься поклонением? Что это за поклонение? Ибрагим, сын моего брата, но он совсем не похож на него. Я пойду в поле. Может быть, найду его там и поговорю с ним. Ты советник Намруда, Арбак. И ты обещал мне, что Азара постигнет гнев и что его изгонят из дворца. Еще ты обещал мне, что Верховный Идол, высеченный Азаром, не войдет в главный храм идолов. И что ты перед Намрудом похвалишь идолов, которых и извоял я. Это очень трудно сделать. Я совсем не стремлюсь к этому, убийц. Верховный правитель Вавилона избрал Азара в тот самый день, когда ты был изгнан. Для того, чтобы впредь он ваял идолов. И, конечно же, эта честь останется за этим жрецом. Нет, Арбак. Знаю, что когда-нибудь я расскажу Намруду о том, что я видел своими глазами. И тогда для тебя наступят тяжелые дни. Не смей мне угрожать, убийц. Если потребуется, я похороню тебя заживо. Смотри и слушай меня. Я побеспокоился об этом, и поэтому я посвятил в эту тайну еще нескольких людей. И если я буду убить твоим мечом, то они исполнят свое обязательство. И донесут весть обо всем до Намруда. Я никогда не могу забыть тот день, когда я отправился в лес, чтобы прогуляться. И увидел между деревьев прекрасную лошадь и своенравного жеребца. Хорошо. Идол Азара не войдет в храм Павилона, пока я служу при дворце. А теперь уходи, убийц. И не возвращайся. Ладно, Арбак. Я поверю тебе и отложу это дело. Арбак. Убийц грозился раскрыть нашу тайну перед Намрудом. Если я не изгоню из дворца его соперника Азара. Если о нас узнают, то мы вначале убьем его, а потом и самого Намруда. О, мой Господь. Я смотрю на этих людей и вижу, что они поклоняются иллюзиям. И гонятся за миражом. Взываю к Тебе, мой Господь. О, восходящие тела светил, объект поклонения всех творений. О, скопление звезд на небосклоне. Вы – наши божества. Вы владеете нашими душами и нашими телами. Всем миром. Охватите нас своей милостью. Мы – ваши преданные рабы. Чему вы поклоняетесь? Уходи, Ибрагим. Твое присутствие вредит нам. Каким звездам вы поклоняетесь? Я вижу, что ярче всех светит звезда Зухар. Я поклоняюсь самой яркой и великой звезде. Зухар. Что? Кто скрыл тебя от меня, о Зухар? Это свет луны затмел тебя. Нет, я больше не буду поклоняться звезде Зухар. Теперь мой бог – луна. Она больше и светит ярче всех звезд. Что ты хочешь от этих поклоняющихся звездам? Уходи! Оставь их! Уходи! Я такой же раб, как и они. Звезды скрылись, и луна тоже. Но восходящее солнце правит миром. Уходи от нас! Уйди! Оставь поклоняющихся звездам в покое! Солнце так же, как и луна, как и звезда Зухар скрылась. О, люди! Я не хочу поклоняться тем, кто уходит с небосклона. Воистину, я обращаюсь к тому, кто создал меня, небеса и землю. О, люди! Я чист от того многобожия, которое вы творите. Воистину, Аллах Всевышний живой и не умирает. Нужно найти для них новое божество. О, Господь! Воистину, мой народ подчинился проклятому Иблису, побиваемому камнями, и они поклоняются звездам на небе. Я взываю к тебе, мой Господь. К тебе одному. Смотри! Я принесу его в жертву богам, чтобы этим успокоился их гнев, потому что он совершил ужасное. Толкнув ногой, он разбил идола. Играя, он задел его правую ногу, и тот, упав, разбился на куски. Что это за бог, который не способен даже защитить самого себя? Даже такой маленький мальчик поверг его. Я не знаю, кто из них мой Господь, разбитый идол, или же мой сын, который разбил его. Вся вселенная свидетельствует, что Аллах – Творец Всего Сущего. Нет сомнений, что ты создал все это. Ты – Вездесущий Всевидящий. Когда же с их глаз падет завеса невежества? Я убежден, что ты есть, и ты могущественен. Прошу, Господи, покажи мне, ты слышишь меня и видишь. Покажи мне свою милость. Прошу тебя. Прошу, Господи. Покажи мне свою милость. Мы 팀. Девушки отдыхают О Ибрагим, я Джабраиль, посланец, несущий божественные откровения. Воистину Всевышний Аллах ставит тебя предводителем на земле, чтобы ты был увещевателем и носителем вестей радостных. И чтобы ты привел на путь истинный тех, кто предает Аллаху сотоварищей, чтобы ты убедил отрицающих, что нет божества, кроме Аллаха, единственного, в котором нуждаются все. Повнимательней. Осторожно, потихоньку. Поближе. Сюда, сюда. Медленно. Не спешите. И будьте осторожны. Будьте осторожны. Смотрите, чтобы он не упал. Повнимательней. Будьте осторожны. Аккуратнее. Горе тебе, Арбак. Я обрушу на тебя дворец Намруда. Горазик, Арбак. Воистину, я посланник Единого Аллаха к вам, о жителе Вавилона. Ибрагим. Что за мысли бродят в твоей голове? В голове полной видений, вечно бунтующей. Ты хочешь видеть меня таким, какой я сейчас? Или вместо этого ты хочешь видеть меня причитающим и плачущим? Я и моя семья не будем игрушкой в твоих руках. В руках пророка. Через три дня будет праздник в честь Божества. Это благоприятный день. Я с нетерпением жду этого праздника, считаю дни и ночи, когда это произойдет. Азар, послушай меня внимательно. Я спрашиваю тебя об идолах, которым вы поклоняетесь. Слышат ли они вас, когда вы взываете к ним? Помогают ли они вам, или способны ли вам навредить? Мы поклоняемся нашим идолам, как это делали наши отцы. Даже если они бездушные камни, мы все равно будем им поклоняться до скончания века. Видели ли вы, чему поклоняетесь вы со своими отцами и предками? Все они являются моими врагами, кроме Господа миров, который сотворил меня и ведет меня прямым путем, который кормит меня и поет, который исцеляет меня, когда я заболеваю, который умертвит меня, а потом воскресит, который, я надеюсь, простит мои грехи, простит в день воздаяния. Он всепрощающий, милосердный. Воистину, все в его власти. Я хочу остаться один. Прошу тебя, покинь этот город как можно скорее. Отправляйся. Немедленно. Арбак предал верховного бога Вавилона. Это ложь. Ложь. Он лжет. Этот человек лжет и обманывает тебя. Изгоните его. Клянусь тебе, он заговорщик. Убирайся, изыди проклятый. Я уйду, великий визирь. Но прежде я раскрою тайну величайшего предательства, направленного против верховного бога Вавилона, свидетелем которого я стал в том зеленом лесу. Клянусь верховным богом Вавилона, я убью тебя. Вывезти его отсюда. Нет, о великий намрут. Убейте меня, но прежде дайте мне раскрыть тайну, которая сокрыта в моем сердце. Хорошо. Хорошо. Оставьте его. Он сумасшедший. В его сердце кроются мысли о мести и тайны его. Всего лишь поношение правителя. И причиной всего этого является ненависть к нам, Руду. В тот взросчастный день я решил прогуляться. И когда я подошел к лесу, то увидел встроенную, как кипарис, лошадь. Это могла быть только лошадь госпожи Вавилона. И действительно, она была с этим ничтожеством среди деревьев. Ваша жена отомстила вам за кровь отца и хочет обрушить трон Вавилона с помощью Арбака. Вас предали. Предали нам, Руд. Не жалейте их. Не жалейте ни за что. И никогда. Я все понял, Убис. Ступай. Иди. Иди же. О, Господь богов! О, Господь богов! Я не имею отношения к этому заговору. Что мне делать? Что мне теперь делать? Что же делать? Может, попытаться сбежать? Нужно завершить начатое. Надо завершить игру, Арбак. Убис выдал нас. Если ты хочешь отказаться от своего обещания, то знай, что я заставлю нам, Руда, жестоко убить тебя. Подайте мне мой меч. Прочь с глаз моих. Ты хотел отомстить мне за отца и за свою семью? Бери! Убей меня! Бери же! Возьми мой меч, убей меня! Нет, нет, прости меня, у великий намрут. Я еще могу быть полезен тебе. Ведь когда Вавилон восстал против тебя, это я подавил восстание. Моя смерть потрясет столпы твоей державы. Умоляю тебя, не убивай меня. Прошу тебя! Я прощаю тебя, потому что ты все еще нужен Вавилону. Не порть одежду, оборванец, ведь ты еще визирь. Спасибо тебе, господин. Вставай же. Вставай. Если бы я был на твоем месте, я бы не оставил в живых убийца. Мы идем на праздник. Может, и ты пойдешь вместе с нами? Возможно, и Сара к нам присоединится. Я останусь здесь. Лут, иди с ними. Но ведь я... Это воля Аллаха. Иди с ними. Все будет хорошо. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Прекрасным примером для вас был Ибрагим и те, кто был рядом с ним. Они сказали своему народу, мы отрекаемся от вас и от тех, кому вы поклоняетесь, помимо Аллаха. Академия О, величайший из идолов этого храма! Ты вечно до скончания века будешь стоять здесь! С чего вы взяли, что это я разбил истука, на котором поклоняетесь вы? Ты единственный, кто не покинул город, когда все были на празднике Все назвали твое имя Ибрагим Сын брата Азара, известного воятеля идолов Жители города видели этот топор Это твой топор, Ибрагим Дай этот топор Пусть отрубят руку, которая без страха хватается за него Даже если это один из помощников Азара, воятеля Пусть отрубят руку, которая без страха хватается за него Сказал мне, что в Вавилоне не нашли топор, висящем на самом главном идоле Разве вы не допускаете мысль, что он мог разбить остальных идолов? Спросите их, они ответят вам, если смогут говорить Все знают, что идолы не могут ни говорить, ни передвигаться Да, да Я знаю Что вы поклоняетесь божествам, которые не могут говорить и не смогут никогда Вы молитесь извоянием, которые не смогут ни помочь вам, ни навредить Вы поклоняетесь не Аллаху А сделанному вашими же руками и стуканом И вы пребываете в великом грехе Презрение вам Горе вам И тому, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха В таком случае скажи нам, верно ли, что ты провозгласил себя пророком, о Ибрагим? Да Этого достаточно Арбак Напиши следующее Наказание тем, кто выступил против закона Намруда Пусть разведут великий костер, языки пламени которого достигнут самого неба И пусть в нем сожгут Этого мнимого пророка Слушаюсь и повинуюсь, о мой господин Пусть на обряде сожжения будут все жители Вавилона Приветствую тебя, убийц Это я, твой поверженный противник Азар Я продам свою мастерскую И у тебя уже не будет соперника Мое богатство сгорело Он не послушался меня и не принес мне пользы Мое заступничество уже не поможет ему Намрут в гневе на меня Теперь твой черед О, воятель идолов Убис КОНЕЦ КОНЕЦ Хорошо, Ибрагим Скажи мне, где твой господь и почему он не спасет тебя от этого пламени Где он? Я, Ибрагим, пророк Аллаха Единого Напрасно так говорите Вы молитесь идолам, которых вы сами же высекаете своими руками Те, которым вы молитесь, не обладают уделом вашим Ищите свое удел у Аллаха Молитесь Ему И благодарите Его Поклоняйтесь Единому Творцу, а не рукотворному созданию О, великий Намрут Языки пламени выжигают все вокруг Мы не можем приблизиться Как нам бросить в него Ибрагима? Катапульта Бросьте при помощи катапульты Подождите Сожгите меня вместе с ним Ты говорил, что женщина – небесное создание И нужно возвеличивать матерей Идолы не способны защищать даже себя Это не боги Я, Сара, поклоняюсь тому Господу, которому поклоняешься ты, Ибрагим Сожгите меня У меня тоже есть такой топор На этот раз я разобью Идола, Намруда и его трон собственными руками Сара 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 КОНЕЦ О, Ибрагим, я ангел ветра, пришел, чтобы помочь тебе. Я ангел воды, Ибрагим, пришел, чтобы помочь тебе. Я ангел воды, Ибрагим, пришел, чтобы помочь тебе. Я ангел воды, чтобы помочь тебе, Ибрагим. Мне достаточно Аллаха, о посланце Всевышнего. Он лучший покровитель и наилучший защитник. Продолжение следует... 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 Я уверовал в твоего Господа, Ибрагим. Мы уверовали в твоего Господа, Ибрагим. Продолжение следует... Продолжение следует... Снимите с него оковы. Продолжение следует... 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 Ибрагим, клянусь, что я уверовал в твою миссию. Молись за прощение моих грехов. Я жил во мраке. И когда я вышел к свету, ну что, ты видел? Я умертвил одного и даровал жизнь другому. Ты тиран. Воистину, мой Господь превыше всего. И солнце, и луна, и звезды подчинены Ему. Воистину, Аллах выводит солнце с востока. Если ты прав в своем утверждении, то выведи его с запада. Замолчи! И уезжай поскорее. Ты не нужен Вавилону. Убирайся! Он ты, Господь Земли. Теперь выйди сражаться с Господом Небес. Не позволяйте Ему пребывать на земле Вавилона. Скоро я поднимусь на самую высокую башню Вавилона, чтобы сразиться с Господом этого пресловутого пророка. Ты проницательный человек, Арбак. И то, что ты сказал, это правда. Я основательно обдумал твои слова о том, что ты... ...один из толпов моего правления. Сегодня я достоин подняться на вершину башни, чтобы объявить всем Вавилонинам мою абсолютную власть. И сегодня я сражу стрелой Господа Ибрагима и укреплю столпы своего правления. И избавлюсь от страха, который я чувствую. Прежний визирь стремился к власти. Ты был храбрым полководцем и разоблачил его, Арбак. Я поверил тебе и назначил тебя на его место. Но ты тоже пошел по тому же пути и предал меня. И за это ты понесешь наказание. Жестокое наказание. Простите меня, господин. Что вы имеете в виду, говоря об этом? Намруджа сток. Он всемогущ. И он не нуждается в визире. Ибо он вознесся высоко, на самую высокую башню. Не пора ли Арбаку проститься с богами? Прошу, умоляю вас. Простите меня, господин. Нет. Нет. Я не хочу умирать. Простите меня. Нет. 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 Сюда, кто-нибудь Азар Я тот, кто воспитывал Ибрагима Я опекал его Азар, покайся перед Аллахом Воистину, он любит кающихся Послушай Скажи своему единому Богу Что Азар твой дядя, воспитавший тебя Попроси его простить меня ради этого Дядя Иди, иди Оставь меня Иди Иди И проси прощения моих грехов У своего Господа Давай, уходи, Ибрагим Уходи и молись за меня Прошу тебя Оставь меня Субтитры подогнал «Симон» Помогите! Помогите! Спасите меня! Помогите мне! Помогите! Вытащите его из моего носа! Помогите! Посмотрите, как умирает бог Вавилона, великий намрут! Он стал жертвой маленького комара! Посмотрите, как он умирает! Помогите мне! Надо будет найти другой народ для своих козней! Я и мой отец уверовали в твое послание, но он постеснялся прийти и отправил меня! Он поступил милосердно! Я стесняюсь вас спросить, но все же скажу! Я хочу посвататься к вашей дочери! Мне нужен помощник в моей миссии! Согласны ли вы выдать ее за меня? Да, я согласен! Осталось который, которая 바로 оценирируется на земле в доме! Я готова! Спасибо! Надо assistir! Я покину эту землю язычества и отправлюсь к моему Господу, Творцу Вселенной, ибо воистину Он могуществен и мудр. О мой Господь, внуши любовь к упоминанию Тебя всем из поколения в поколение. Сделай речь мою приятной, о Аллах. Прости Отца Моего, ибо Он был из числа заблудших. Всевышний обещал мне, что сделает из моих потомков общину правоверную, и что в их числе будут чистые пророки. Когда я достиг Иерусалима, колыбели пророков, я вошел в Хеврон и построил в нем дом и вспахал пашню. Хаджар была молода, а я и Сара уже были в преклонном возрасте. Сара сама посоветовала мне жениться на Хаджар. Сара сама посоветовала мне жениться на Хаджар. КОНЕЦ 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 Здравствуйте, Сара. Ибрагим, посмотри, чего нам недостаёт? Ничего. А разве ты не хотел бы слышать? Слышать что? Плачь, малыша. Я слышу плачь, малыша. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя и без ребёнка, Сара. Род пророка должен продолжиться. Я бездетна и не могу иметь детей. Род Ибрагима не может продолжиться через меня. Я подарю тебе хаджар. Прошу тебя, пророк Аллаха, сделай, как я говорю. Пророки имеют право на продолжение рода. Я люблю тебя, Ибрагим. Прошу тебя. Сделай то, о чём я прошу тебя. Не проси этого, Сара. Нет, я буду просить. Теперь я понял, почему меня Аллаха поздравил ангел Джабраил. Сказав, что сделает из моих потомков правоверную общину. И вот обещание Всевышнего. Тогда я пойду и всё расскажу, хаджар. Субтитры создавал DimaTorzok Луд? Вчера у меня было видение, и я видел мужчин, творящих мерзость между собой. Эта земля была черна и мрачна, а люди были ещё чернее. Я знаю. Всевышний избрал и послал тебя к жителям Содома, творящим мерзость и беззаконие. Ты должен просветить их и отстранить от мерзкого и порицаемого. Это слова откровения. Содом. Содом. Вот так был послан с пророческой миссией пророк Луд, так же, как и до него был послан его дядя Ибрагим. Я рассказала, хаджар, то, о чём мы говорили. И каков был её ответ? КОНЕЦ 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 ДОЧЕК КОНЕЦ КОНЕЦ Вот. Спасибо, я позабочусь о нем. Когда огонь Намруда превратился в зеленый сад, я попросил Всевышнего одарить меня сыном, благочестивым и богобоязненным, который сменит меня и будет пророком. Сыном, который будет лучшим из рабов Аллаха. Исмаиль. Предок печати всех пророков Всевышнего. Мой отец Ибрагим, сын Тариха. Сына Нахура, сына Саруджа, сына Рагу. Хорошо, продолжай дальше. Рагу, сын Фалиджа. Фалидж, сын Абы. Абба, сын Шаля. Шаля, сын Арфакшана. А Арфакшан, сын Сама. А сам сынуха пророка Аллаха. Это родословное моего отца. Прекрасно. Молодец, сынок. Абба, сынок. Скажи, что ты делаешь? Я наполняю кувшин, чтобы убрать в доме. Я не нуждаюсь в твоей помощи. Понятно тебе? Мне не нужна служанка. Ты мне не служанка. Ты жена пророка Ибрагима. Пророка Ибрагима. Ты уже не любишь меня. Отчаяние – это обман шайтана. И врата, ведущие к обману. Я буду любить тебя до конца своих дней. Сара. Сара. Огонь зависти жарче огня намруда в тысячу раз. Не делай этого. Я не хочу их видеть здесь. Но Хаджер – моя жена. А Исмаиль – мой сын. Сара. Нет, Сара, нет. Я не сделаю этого никогда. О, мой Господь! Воистину презренный Иблис, лишенный Твоей милости, позорит Твоего пророка. И я прибегаю к Тебе для защиты от Него. Ибрагим. Отправь жену свою Хаджер и сына своего Исмаиля из Иерусалима и посели их в Хиджазе, на земле поклонения. Аллах Всевышний защитит их от всего плохого. Иерусалима Иерусалима Настало время проститься. Это воля Аллаха – поселить вас здесь, а мне находиться в Хевроне. Чем мы заслужили это наказание? Это земля Сафа. А вон тот холм напротив – это Марва. Об этом мне поведал ангел Джабраиль, носитель открабения. Мы просим Тебя не оставлять нас здесь, в этой пустынной долине. О, пророк Аллаха! Посмотри вокруг, здесь нет ни воды, ни посевов. О, мой Господь! Сделай эту землю безопасной и одари ее жителей уделом. О, мой Господь! Я оставил людей моей семьи в долине без посевов у храма Твоего заповедного. О, наш Господь! Пусть они молятся. Сделай души людей, стремящимися к ним, и одари их плодами. Надеюсь, они будут благодарными. Ибрагим 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 Я здесь Я внемлю Я чувствую Тебя Ты для меня ближе моей сонной артерии Я чувствую высшую силу Я чувствую Тебя Твой сын Исмаил Я страстно желаю видеть его Исмаил Он для меня дороже жизни Он уже возмужал Отправляйся во второй раз на землю Хеджаза И подготовь своего сына Исмаиля для принесения в жертву Я не могу поверить в это Неужели я должен поступить, как кинониты, бросившие юношу в огонь В дар своим идолам Неужели от меня хотят, чтобы я зарезал своего сына? Разве земля не будет уничтожена? Если люди предадутся убийству своих детей Нет, нет Я должен идти немедленно Меня зовут Верблюд уже снаряжен и стоит возле ворот Я подожду вас НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok О, Господь миров, какой проступок я совершил, что ты испытываешь меня этим? Неужели ты видел от своего друга непослушание и непокорность? Что же такое я совершил, чтобы ты подвергал меня этому испытанию? В чем дело, Ибрагим? Посмотри на меня хорошенько. Ты помнишь меня? Помнишь, как я искал другого Господа? Господа, который бы одарил меня счастьем. Я искал нового Господа, но куда там? Я не нашел никого другого, кто заслуживал бы поклонения, кроме самого себя. Но скажи мне, где твой Господь, которого ты прославляешь? Он хочет, чтобы ты приставил кинжал к горлу своего сына Исмаиля. Неужели у тебя вместо сердца камень, и ты сможешь подчиниться ему в этом? Ты с нетерпением считал дни недели и мечтал встретиться со своим сыном. Ну а теперь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать Что это за местность? Здесь живет племя Джурун. Вы путник или кочевник? Я путник. Мама, к нам пришел гость. Ибрагим. Это Исмаиль, твой сын. Ну а какcić. Мама, к нам пришел гулять. Исмаиль, мой сын, ты уже стал взрослым мужчиной Племя Джурун гордится твоим прибытием к ним Какие у вас отношения с племенем Джурун? Я не знаю племени лучшего, чем Джурун Они уважают нас Они тоже исповедуют единобожие Хаджар Я не знаю, что было с вами с тех пор, как я оставил вас здесь В этой безжизненной пустыне Но я твердо верил в милость моего Господа Потому что ваше переселение было исполнено по его велению С тех пор прошло много лет Я и сын были одни И солнце Хиджаза Безжалостно жгло нас И между холмами Сафа и Марва Мы были уже на грани На грани смерти Безжалостно жгло нас КОНЕЦ 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 Вода, которую ты сейчас пьешь, о пророк Аллах, это вода из источника Замзам. КОНЕЦ Завтра день наступления жертвоприношения. Отец, я выберу самого жирного барашка в моем стаде и принесу его для жертвоприношения. КОНЕЦ Жертвы и места уже выбраны, мой сынок. На горе Мина. Прости со своей матерью Хаджар, Исмаиль. Мы отправляемся в путь. КОНЕЦ КОНЕЦ Исмаиль Да, мой отец. Что ты думаешь о видениях пророков? Это правдивое видение. В моем видении ко мне явился ангел с откровением и довел до меня от Всевышнего его повеление. Мы принесем ему жертву? КОНЕЦ КОНЕЦ Исмаиль, сынок. Я поведу тебе о том, что видел. КОНЕЦ Я видел во сне, что приношу тебя в жертву. Что ты об этом думаешь? КОНЕЦ Выполните то, что велено вам. Вы найдете меня терпеливым. Отец Положитесь на Аллаха И будьте терпеливы. КОНЕЦ 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 Отец, закройте мне лицо. Свяжите и наточите свой нож, чтобы мне было легче, ибо смерть тяжела. Передайте от меня приветствие моей матери и скажите ей, что я предстал перед Господом покорным и не проявил недовольства. Я доволен и покорен предписанию Всевышнего. Ты свет моих очей. Ты помог мне выполнить предписание Всевышнего. КОНЕЦ Скажи, что ты? Что ты делаешь? Какая тебе польза от зарезанного сына, когда у тебя нет наследника? КОНЕЦ КОНЕЦ Ты хочешь зарезать своего халифа, наместника? Горе тебе, Ибрагим. Племя Джурун будет жаждой твоей крови, ибо его кровь будет на твоей совести, о пророк, одумайся! КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Сгинь отсюда! Прочь от меня! Продолжение следует... Я не видел, как раскрывался этот божественный бутон. Теперь мы встретились. Но обстоятельства таковы, что я должен принести тебя в жертву. Сын мой, это слова откровения. И я не могу ослушаться Аллаха даже на мгновение ока. Принесите меня в жертву, как это было велено, но не смотрите мне в лицо. Я боюсь, что ваше сердце смягчится, и вы не сможете выполнить свой долг. Субтитры создавал DimaTorzok О, мой Господь! Это Исмаиль, он покорился тебе. О, Аллах, прими от нас эту жертву. С именем Аллаха и во имя Аллаха. Ибрагим, Пришло веление Аллаха. Оставь Исмаиля. Аллах дарит его тебе. Ты исполнил мое повеление. Воистину так мы вознаграждаем творящих благое. Воистину не этого я хотел. Мы выкупили его Великой жертвой. Затем Ибрагим вернулся в Хеврон. Прошли годы, и родился пророк Исхак. Сын мой, ты будешь пророком и моим наследником. Я чувствую в тебе запах пророка Всевышнего. Ты предок печати пророков. Доведи до него мое приветствие, передавая от отца к сыну. Отец мой, сможем ли мы построить этот храм? Это зависит от того, любишь ли ты Аллаха или же этот мир. Аллаха. Я люблю Аллаха. Я люблю Аллаха. Тогда мы сможем это выполнить. Любовь – это сила, вложенная Аллахом в наши сердца. Наше тело слушается Его велений. Душа любящего способна на большие дела. Вот я, Аллах, перед тобой. Вот я пред тобой. Так завершилось строительство Каабы. Этот храм Аллаха был построен пророком Ибрагимом и жертвой Аллаху пророком Исмаилем. Да будет благословение пророку Ибрагиму, построившему храм Единобожия. Да будет благословение пророкам Луту и Исмаилю. Да будет приветствие хаджер и сари. Да будет приветствие всем, кто приходит к Каабе со всех концов света, желая исполнить хадж Ибрагима. И да будет приветствие печати пророков Мухаммеду, избраннику Аллаха, мир ему и благословение. Пророк Ибрагим, названный Всевышним другом Аллаха, является вторым из числа великих пророков Улюлязми, обладателей твердой решимости. Он получил божественное писание, свитки. Да будет ему благословение до тех пор, пока существует этот мир. Субтитры создавал DimaTorzok